Все любимое, да? Все вкусненькое. Задракончик лучше всех, да? Вообще классненький. Для Ульяны Сальниковой этот Новый год особенный. На рождественские каникулы было много планов. Встречи с друзьями, танцы, поездка за город, рассказывает девочка. Однако их придется отложить. Неделю назад школьницу сбила машина. Врачи диагностировали перелом ноги. Сейчас Ульяна проходит лечение. И уж точно не ожидала, что поздравлять ее и других ребят придет добрый новогодний волшебник. Музыка, костюмы. Так все красиво, так все сказочно. Вот просто настроение повышается очень быстро. И я очень рада, что меня завтра еще выписывают. Так еще и вот такой вот праздник мне очень понравилось. Вместе с Дедушкой Морозом, внучка Снегурочка и сказочные помощники. Оленята и Снеговичок. Они посетили шесть отделений. Нейрохирургическое, гнойное, урологическое и другие. Их выбрали не случайно. Ведь там детям положено соблюдать строгий постельный режим. Выздоравливай скорее. Пусть у тебя будет железное, богатырское, несокрушимое здоровье. Договорились? Я проверю на будущий год. Здоровье складывается не только из вклада врачей, лекарств, физиопроцедур. Но это, конечно, большая эмоциональная составляющая. И, конечно, то, что может принести детям улыбку, радость, обязательно должно присутствовать в нашем лечении. Мы очень благодарны за предоставленных артистов, за участие Департамента культуры в такой благотворительной акции. Для ребят приготовили насыщенную культурную программу. Герои пели песни, отгадывали загадки и танцевали. А маленькие пациенты читали стихи и фотографировались. Как детки реагируют на Деда Мороза? Они не ожидали, что придет Дед Мороз. Милые мои, хорошие мои, будьте здоровы. Будьте здоровы, и все остальное приложится. Будьте здоровы, будьте добры. Будьте любимы, будьте счастливы. Я всегда очень рада сфотографироваться, потому что это все-таки память. Особенно, когда находишься в больнице, хочется чего-то такого волшебного, радостного. И, конечно, в такие моменты понимаешь, что все не зря, когда ты заходишь и видишь радостные глаза детей. Мы помогаем Дедушке Морозу. Успели даже поводить хоровод с одной из групп, которая была самая веселая. Для меня было важно увидеть вот это настоящее счастье в глазах, когда ты даришь ребенку подарок и понимаешь, что получилось создать праздник. Смотришь на детей, думаете, что они не должны болеть, как бы это странно не звучало. У них прям желание носиться, бегать. И когда я вижу это желание, которое не исполняется в данный момент, но они хоть немножко улыбаются, потому что мы пришли, мы там с ними веселимся. Я считаю, что это победа, что это успех нашей работы. Акция «Дед Мороз поздравляет» прошла при поддержке администрации города. Ксения Баканова, Петр Поломеев, События.